МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вестка у колкипера хозяев Станислава Бушнева работы появилось хоть отбавляй. И на 32-й минуте южане смогли таки открыть счет. Навес на Максима Барсова и лучший Галеодор чемпионата не упустил шанс 1-0. Однако второй тайм получился абсолютно другим. Тюмень отыгралась уже на 53-й минуте. Отличный пас с фланга получил Никита Теренков и засталкал кипера Сочи врасплох. Южане продолжали опасно комбинировать и наращивать обороты, но сибиряки выцарапали победу. На 78-й минуте при розыгрыше углового расторопнее всех к мячу устремился защитник Савелий Козлов. Перевисев оппонентов в воздухе, рослый оборонец послал мяч в нижний угол и побежал к скамейке запасных к тренеру Вячеславу Афонину. И он ко мне перед игрой подходит, говорит, если не можно добить в атаке как-то с игры, то обычно выручают кто защитники. Или Джон Терри, говорит, или Савелий Козлов. Вот, ну и я очень ждал этого гола сам уже, сколько игр. Вот, наконец, получилось. Я очень рад. Сочи пытался отыграться, но игра Бучнева головой на выходе поставила жирную точку в матче 2-1. 23 сентября команда Горна Олеговича в Курске сыграет с авангардом. Тюменский легион вошел во вкус. Очевидно, аппетит и вправду приходит во время еды. Команда Владимира Гусева в чемпионате молодежной хоккейной лиги познала четвертый успех подряд. На сей раз дома на последних секундах была одержана, а точнее удержана, победа в матче со снежными барсами из Астаны. Голкипер Владислав Булыгин сразу начал тащить все, что летело в створ. Партнеры зарядились от него уверенностью и уже на восьмой минуте Иван Степанов открыл счет, забросив четвертую шайбу в сезоне. Ну, повезло чуть-чуть. Начало хорошее. Мне нравится сейчас. Удалось. Ну, как бы забивать начал потихоньку. Цветату, конечно. Во втором отрезке черед фееритно стал для Никиты Брютова. Он оформил невероятно эстетский дубль. Причем первую шайбу забросил на 18-й секунде периода, очень тонко и красиво разобравшись на пятачке с вратарем. А второй год случился за 7 секунд до сирены на перерыв и стоил Никите мощного пропущенного силового приема. Но это та цена, которую он готов платить ради команды. Когда отскочила шайба, я поборолся, добил, забил шайбу. Трудовая такая, ну, нормальная. А вторую, ну, что сказать там, силовой прием был, бросил. Не видел, куда бросал, честно говоря. Ну, получилось, забил. Мясо снежных барсов оказалось настолько нежным, что тюменцы решили похрустить напоследок сухарем и угостить им своего голкипера. Из-за этого чересчур прижались к своим воротам и получили первый ответ. А в самой концовке астанинский клуб снял голкипера на излете последней минуты, сократив отставание до минимума. Гости пошли в обанк и не стали возвращать вратаря на последние 10 секунд при вбрасывании в центре площадки. В результате получили шайбу в пустые ворота от Евгения Волкова. 4-2. Сегодня в Тимени завершился хоккейный кубок среди вузов консорциума Минерально-Сырьевого комплекса России. В заключительном матче хозяева из Индустриального скрестили клюшки со студентами Российского государственного университета нефти и газа. Хозяева подошли к матчу в ранге безусловного фаворита. И свой статус решили доказать уже на второй минуте, когда Константин Иванов открыл счет. После чего какие-то Тио создавали моменты едва ли не каждые 30 секунд. Но в первом периоде забросить больше не смогли. Не знаю, что у нас в первый период у команды всегда не задается. Начинаем разыгрываться только к концу матча все время. Идут голы в конце поединка. Зато после перерыва хозяев прорвало. Они огорчили голкипера гостей четыре раза. Казалось бы, на то можно и остановиться. Но нет. В третьей 20-ти минутке команда Тио еще пять раз ожгла красный свет за воротами соперника. 10-0 солидное завершение турнира. Тут больше плана у САМИ должны быть учебных заведений, поскольку все-таки студентский хоккей, ответственность за развитие этого вида спорта, именно студентского хоккей, несут высшее учебное заведение сами. Наша задача оказать помощь, содействие в организации проведения соревнований. Максимально попытаться помочь им, может быть, где-то там, где они сами эти вопросы не решают. На этом турнире мы обеспечили им поддержку в виде судейства. Естественно, эта работа идет совместно с департаментом по спорту, с областным департаментом. Сборная Тио выиграла домашний кубок. На второй позиции финишировали земляки из Твику. Бронза досталась команде Российского университета нефти и газа. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин